Стоит отметить, что ряды группы поддержки Марии Матузной сильно поредели. Неизменным осталось лишь число журналистов. Тем более, что суд до сих пор проходил максимально открыто. Однако на сей раз первое, что сделала сторона обвинения, это представило ходатайство от свидетелей, сотрудника полиции, а также двух девушек Анастасии Битнер и Дарьи Исаенко. Они попросили суд провести допрос в закрытом режиме. Причем девушки заявили, их жизнь в опасности. Судья зачитал их ходатайство. В адрес, а также в адрес моих родственников поступают угрозы в социальных сетях по телефону. Данными действиями Матузна пытается оказать на меня, как свидетельство, давление с целью изменениям их показаний. Несмотря на протесты стороны защиты, суд решил ходатайство удовлетворить, после чего зрители и прессу попросили из зала удалиться. После более чем часового ожидания Матузна и ее адвокат, наконец, вышли к журналистам. По мнению защитника Романа Ажмегова, доказательств того, что Матузная угрожала, свидетельницам предоставлено не было. Кроме того, по его словам, само ходатайство было представлено с нарушениями. Прокуратура представила данное заявление, то есть как бы не самостоятельно эти люди представили. То есть более того, напечатанное, то есть возникает вопрос. И более того, нам не дали с ними даже знакомиться. То есть суд взял, прочитал, ушел в совещательную. Сама Мария уверяет, никаких угроз ее стороны свидетелям не поступало. То, как свидетельницы выступали, тоже выглядело, по ее мнению, странно. Они отказывались отвечать на вопросы, которые мы им задавали касаемо религии, что для них верующий человек, куда, в какую церковь они ходят, прочие. Они отказывались, судья во всем их поддерживал. Ожидается, что на следующем заседании, которое состоится 11 сентября, будут допрошены оставшиеся трое свидетелей. Будет ли это заседание объявлено закрытым, пока неизвестно. Илья Кочетков, Павел Лаурнин. Наши новости.